прежде чем мы начнем хотим напомнить что у нас есть телеграм-канал где оперативно публикуются самые свежие новости о космосе ну а еще вы можете подписаться на push уведомления на нашем сайте для этого достаточно просто щелкнуть по колокольчику в правом нижнем углу и дать свое разрешение мы будем присылать уведомления о самых интересных материалах и о предстоящих онлайн-трансляциях ну а теперь переходим к сегодняшней теме когда большая звезда взрывается становясь сверхновой ее ядро может быть сжато в один из двух объектов в черную дыру либо в нейтронную звезду нейтронные звезды имеют размеры города но их масса больше чем у нашего солнца они часто вращаются и создают мощнейшее магнитное поле и огромное излучение во всех диапазонах когда же мы замечаем пульсирующие нейтронные звезды мы называем их пульсарами они могут вращаться несколько раз в секунду самые быстрые пульсары делают больше 700 оборотов в секунду такой массивный быстро вращающийся объект создает чрезвычайно сильные магнитные поля ускоряет высокоэнергетические частицы и мы видим что эти частицы испускают энергию в виде гамма-лучей радиации и радиоволн когда подобный луч проходит по линии видимости земли мы видим пульсацию отсюда и название пульсаров самый чувствительный инструмент для наблюдения пульсаров и гамма-лучей космический телескоп nasa ферме он сканирует все звездное небо в поиске объектов высокой энергии и уже нашел множество ранее неизвестных источников гамма-лучей ученые идентифицировали многие из них но в некоторых случаях источник излучения остается неизвестным пару лет назад мне захотелось определить границу возможностей ферме насколько экстремально мощными могут быть такие источники и чтобы узнать это я исследовал набор довольно ярких объектов хорошо изученных ферме оказалось что почти все из них уже идентифицировали когда я начинал было всего шесть объектов природа которых была нам неизвестно несмотря на наблюдение их радиоволн а это стандартный способ поиска пульсаров несмотря на наблюдение и гамма-излучения никаких импульсов обнаружено не было в этих шести объектах было что-то общее и уникальное я подумал вот где будут настоящие открытия если мы хорошенько их изучим мы можем открыть что-то новое мы взяли эти шесть загадочных объектов и рассмотрели различные диапазоны их волн но что по-моему действительно продвинуло нас так это оптические наблюдения видимом свете это довольно необычно для области которая изучает объекты вселенной с большой энергией но оптические наблюдения показали что почти у всех этих объектов были соседи и если бы мы оптически разобрали что это за соседи мы бы значительно приблизились конечной цели оптические наблюдения роджера романи показали что у источника гамма-лучей есть сосед что означало что это может быть двойная система с миллисекундным пульсаром он то вспыхивал то тускнел то вновь вспыхивал все выглядело так будто мы смотрим на что-то что освещалось соседним объектом пульсаром и каждый раз когда мы что-то видели мы видели светлую сторону которая освещалась этим пульсаром а когда он удалялся от нас он поворачивался темной стороной так что ничего не было заметно мы провели достаточно наблюдение объекта чтобы вычислить период его орбиты и поняли что он невероятно разогрет синий аж до белого с одной стороны и темно-красный с другой он вращался вокруг чего-то невидимого делая оборот за полтора часа это было быстрее чем любой из известных на тот момент пульсаров то есть это очень компактная система и гамма-лучи просто выплескиваются на объект в упор наши немецкие коллеги применили найденный нами период обращения исследовав гамма-лучи напрямую и через невероятные усилия все-таки нашли гамма-сигналы самого пульсара я занимаюсь поисками именно пульсаров и тогда мы попытались найти импульсы которые ранее не наблюдались вы не знаете как быстро вращается пульсар где именно на небе он находится в поиске вы буквально перебираете все возможные комбинации параметров пока они не совпадут с наблюдениями проблема в том что количество этих комбинаций огромна так что простой перебор невозможен он потребует вычислительных возможностей всей нашей планеты мы должны были найти менее затратный метод основной метод аналог приближения зума все равно что менять линзы в микроскопе для большего увеличения вы находите интересную точку затем постоянно уменьшаете масштаб оставляя ее в центре поиск периодов данных по гамма-излучению потребовал от нас порядка 5000 процессорных дней то есть та же работа на вашем компьютере заняла бы 5000 дней но если условно разбить ее на 5000 компьютеров вы сделаете все за день мы пошли условно этим путем у нас есть компьютерный кластер который называется атлас он находится в ганновере в институте эйнштейна так вот мы использовали мощности этого кластера и нашли пульсар это не могли быть шумовые флуктуации потому что сигнал был слишком сильным ярким и явным сильным источником гамма-лучей оказался пульсар не испускавший радиоволн это заинтересовало исследователей одним из них был пол рей из военно-морской исследовательской лаборатории его команда посчитала что у них есть объяснение отсутствию радиоволн когда мы впервые наткнулись на эту систему я заглянул в архивное наблюдение и убедился что этот пульсар ранее не находили мы считаем что почти все пульсары излучают радиоволны радио импульсы и спускаются из их полярных областей они похожи на очень узкие лучи света вашего фонаря но в системе где соседняя звезда испускает солнечный ветер и много зашумляющего материала по линии наблюдения может быть так что это действительно радио пульсар но мы просто его не видим один из путей обойти это использовать более высокочастотные радиоволны они проникают глубже и более устойчивы к рассеиванию через помехи мы провели наблюдение радиотелескопом green bank принадлежащим национальной радиообсерватории в западной вирджинии на гораздо более высокой частоте чем это делается обычно это был один из первых полученных сигналов с той системы выяснилось что большую часть времени сигнал затмевается соседней звездой комбинация данных радио оптических и гамма наблюдений позволила астрономам собрать полный пазл этой системы выяснилось что это черная вдова система в которой массивный пульсар постепенно испаряет легкую звезду компаньона это имя черная вдова было выбрано специально так как система очень компактно и нейтронная звезда буквально сдувает свою легкую близкую соседку пульсар создает ветер из энергетических частиц магнитных полей и радиации они сталкиваются со звездой компаньоном и разогревают его до экстремальных температур но лишь с одной стороны и именно с этой стороны звезда понемногу истощаются пожирается пульсаром звезда стачивалась таким образом на протяжении миллиардов лет так что сейчас она всего в восемь раз тяжелее юпитера расстояние между ними не больше расстояния от земли до луны мы видим пульсар центре он вращается и испускает радио и гамма-лучи радиоволны изображены зеленым а гамма-лучи фиолетовым радиация бьющая по соседней звезде сдувает облака ионизированного материала который распыляется по всей системе и именно он блокирует сигнал на визуализации показано что зеленые радиоволны не выходят за пределы ионизированного облака а имеющие большую проникательную способность гамма-лучи выходят в конце концов становится понятно что хотя это и пульсар он не такой уж необычный необычно вся двойная система и похоже что с течением времени нейтронная звезда обрастала огромной массой сегодняшнее наблюдение показывает что она очень тяжелая а видимой вселенной такие нейтронные звезды выбрасывают экстремальное количество энергии и я говорю об этом потому что многие люди считают черные дыры самыми необычными и аномальными объектами но в конце концов черная дыра сжата в точку где ничего не видно она черная а нейтронная звезда это объект почти ставший черный дырой но все еще видимый изучение таких ультрамассивных нейтронных звезд дает нам возможность изучать самые экстремальные материи в наблюдаемой вселенной если этот товарищ такой тяжелый каким хочет казаться он двигает границу нашей науки в область плотности и давления никогда ранее невиданных хотим сказать спасибо нашим патронам на пейтрон благодаря которым выходят подобные ролики и напомнить вам не забывайте подписываться ставить лайки и делиться видео с друзьями спасибо